Да, или еще слишком рано. Да, здесь людей семейных не так много, как мне бы хотелось. Но я попробую все-таки справиться с возрастным барьером. В чем моя проблема? У меня их две, для того, чтобы с вами разговаривать. Первое. Я когда-то прочитал у Феликса Кривина, одного из моих любимых авторов, горячо рекомендую его о творчестве. Прочитал такой афоризм, да? А поскольку он проигрывал, всегда проигрывал, слушать его было интересно. Потому что люди счастливые семьи, как там у Толстого. Они все счастливы одинаково, они счастливы, они все несчастны по-своему. Поэтому это интересно слушать. У меня счастливая семейная жизнь, поэтому мне, так сказать, тяжело говорить о проблемах. Мне слишком хорошо с этой точки зрения. Я в семейных проблемах, я теоретик. Что радует? Вторая проблема. Я сейчас судорожно, занимаясь всем чем угодно, я судорожно думал о том, что надо говорить и о чем надо говорить с нееврейской точки зрения. С точки зрения еврейских семей, как во всем, что связано с тем, чем мы занимаемся. Все, что касается евреев, настолько регламентировано, что дисциплинированный внутренний человек с минимальным набором мозгов может, исполняя инструкции, вести себя правильно и надеяться на благополучный результат. У неевреев, по независимым от нас причинам, инструкции не было. А была только эмпирика. То бишь, как получалось жизненный опыт, здравый смысл, советы родителей и так далее. И это проблема. Потому что мы сейчас видим очень интересную штуку. Тогда, когда, начиная с нового времени, если кто-то помнит разницу между новым, новейшим и так далее, начиная с нового времени, когда религиозная аргументация поведения в семье начала расшатываться вплоть до почти тотального ее уничтожения в 20 веке, мы увидели крах понятия семьи. На сегодняшний день в европейских странах брачный возраст это для мужчин в среднем 29-30 лет, для женщин 26-27. То же самое с деторождением и прочее, прочее. Процент браков, которые не лопаются в течение, иначе скажем, в течение первого года после свадьбы разваливается до 30% семей, в течение первых пяти лет до 60. Это ситуация усередненно. Если кому-то интересно, Google в помощь. Можно посмотреть, сейчас статистика существует, все это. То есть мы добились того, что подавляющее большинство людей, с которыми мы сегодня разговариваем, они в своей жизни не видели благополучных семей. Это фантастика. Но количество людей светских, количество светских благополучных семей, оно в абсолютных цифрах, конечно, еще их много, но в процентном отношении их достаточно мало. И это количество все больше и больше уменьшается. Какой вывод из этого надо сделать? Люди ведь не поменялись. Психология и психика у людей не изменилась. Какими были, такие остались. Изменились условия, в которых мы находимся, воспитание. И то, что люди пытаются добиться и построиться в браке. Построить в браке. Это изменилось. Именно эти установки, которыми сегодня люди пытаются образовать семью, эти установки виновны в том, что реализовать их практически невозможно. Ибо они в каком-то смысле бесчеловечны. для того, чтобы мы могли с моей точки зрения. Давайте еще одна вещь, которую всегда стоит оговорить. никто не уполномачивал меня говорить от имени иудаизма. Нет такой инстанции. И вообще все те, кто говорят с вами, вообще всегда, они всегда самозванцы. Они будут более успешны и менее успешны. Они могут быть более харизматичны и менее харизматичны. Они могут быть более аутентичны, то есть укорены в традицию или менее. Но любой из этих людей говорит свою точку зрения, если он не цитирует священные тексты. Вот когда мы говорим цитатами, у нас все хорошо. В тот момент, когда мы начинаем говорить что-то, отступив от цитирования авторитетных, освященных тысячелетиями и столетиями текстов, это всегда безответственная от себя цена, которую говорит человек, за которую он сам несет ответственность и за последствия того, что он говорит, он несет ответственность. Иудаизм никогда ни в чем не виноват. Это необходимое для меня вступление, потому что я очень субъективен в том, что я говорю. Я пытаюсь быть честным со своими слушателями, пытаюсь говорить то, что я думаю. Но в течение жизни я много раз передумывал. И на определенном этапе своей жизни я думал так, потом мне казалось, что то, как я думал, неверно. И я менял свою точку зрения. И вообще я считаю, что любой человек нормальный меняет свою точку зрения, развиваясь, узнавая что-то новое, корректируя свои мысли и его зрения. Поэтому, когда шая-гисер, вам пытаются что-то сказать о семейной жизни. Это говорит сегодняшний шая-гисер. И это то, что я думаю. Так к этому надо относиться. Я достаточно четко спомоглянул. Пошли дальше. Теперь я подумал, вот я сейчас стоял, курил и думал, что семейной жизни надо учиться у Адама. Он был сотворен самодостаточно. И Всевышний эту самодостаточность счел ущербной. ибо человек знаете, как говорят, творчество рождается всегда в конфликте. Не может быть бесконфликтной творческой среды. Внутренней или внешней. Но что-то новое, что-то живое порождается в столкновении с энергией различных начало. Для того, чтобы Адам стал прародителем человечества, не надо было женщин. мы могли размножаться почкованием. В биологии это сплошь и ряд. Да. любого призна на утро женщин. короче, можно было многое придумать. Если представляю, так сказать, вполне почкование, это прекрасно. Всевышний выбрал другое путь. И, может быть, в этом и есть разгадка, ключик к пониманию того, что такое семья. Мужчина и женщина вступают в брак не для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Любой женатый человек вам честно скажет, я думаю, замужняя женщина тоже. У меня просто этого опыта не было. Но вы подтвердите, мне провернуть это разно. Да. Любой женатый человек вам скажет, что брак это сплошные проблемы. Они сплошные. Сплошные. Проблемы все время надо учитывать другого человека. Все время надо учитывать его интересы. Все время надо искать какие-то пути, которые будут оптимальны. Да. Не для тебя а для вас ты перестаешь иметь право жить для себя. Поэтому все те подростки обоего пола, которые хотят путем брака решить свои проблемы, они не понимают, что проблемы можно сменить, но нельзя решить. Просто одни проблемы ты меняешь на другие проблемы, которые могут быть не менее трудоемкими, не менее проблемными внутренне, не менее конфликтными. Но Всевышний благословен выбрал именно этот путь для человека. И вот эта формулировка великая, что он сотворил ему эзер кенегдо это выражение из Торы, которое переводят разными способами, потому что перевести его невозможно, потому что слово эзер обозначает поддержка, помощь, кенегдо это напротив него, это против него, это в соответствии с ним. и все эти смыслы, они одновременно сосуществуют в семейной жизни. И это надо понять. Человек может гнить заживо. Мой учитель говорил мне, что есть масса людей, которые давным-давно умерли, но продолжают ходить на работу, потому что им никто об этом не сказал. есть масса людей, довольных собой, удовлетворенных собой, которые уже давным-давно умертвевшие. Биологическое существование не является смыслом и оправданием существования. Эти люди уже не живы. В чем разница между живыми и неживыми? Живое обновляется постоянно. живое меняется. Мертвое статично. Смерть это статика. Жизнь это движение. И для того, чтобы не превратились статичные самодовольные твари, для этого у нас есть рядом супруг или супруга. Вот это соединение начал, которое в принципе не может стагнировать, потому что они разные. Им все время надо соотноситься друг с другом. Им все время надо быть раздражителем друг друга. И тогда появляется жизнь. покой не может быть ни смыслом, ни целью. Покой может быть временным этапом перегруппировки, подготовки. человек рожден для напряжения. Человек рожден для труда, для тяжелого труда. Это смысл жизни человеческой. И тут получается такая вещь. Какой-то юноша или девица приученный не к духовному эгоизму, а к обычному житейскому эгоизму. Они видят в себе смысл собственного существования. И оценивают остальных людей по тому, что от них можно получить для себя. хорошее это те, с кого можно больше получить. Плохие это те, с кого можно получить меньше. И вот с этим люди идут в жизнь. У них нет миссии, у них нет сверхзадачи, у них нет требований к себе. Они себя устраивают, их не устраивает то, какое место они занимают. И то только потому, что они считают, непонятно почему, что им больше причитается. Вот этот человек, такой человек, начинает искать себе пару. Кого он ищет? Себе подумал. Не дай бог. Два эгоиста не оживили. Он ищет обслуживающий персонал. Он ищет обслуживающий персонал. Знаменитая, великая, знаменитая, великая шутка. Помните эту шуточку? О том, как мамы беседуют, одна говорит, другой. Моей дочери очень повезло, у нее такой муж, он ей все дороги запекает, каждое ее слово все делает. ну, правда, мальчику моему меньше повезло. У него такая стерва, он все для нее все делает, а она пальцем упалится. Теперь, это абсолютно, абсолютно нормальная человеческая психология людей, которые живут бездумно, у которых нет то, ради чего жить, у которых жизнь это самодостаточный процесс. они так живут, и они правы с этой точки зрения. Для них это рациональное и правильное поведение. Просто для меня, с моей точки зрения, ну, унизительно. В брак идут для того, чтобы иметь возможность сделать то, что ты сам не можешь. В брак идут для того, чтобы расширить свои возможности, соединив себя с другим иным человеком, вместе с которым ты образуешь некой другой уровень явления естества. Мужчины и женщины разные. Они до такой степени разные, что я обожаю этот рассказ Лукьяненко, который вы, конечно, не читали. А может, кто-то случайно прочитал, не читали, прочитаете. Я забыл, он называется, но это из его коротких рассказов, из ранних. Он описывает там, когда инопланетяне встретились с землянами и решили начать с ними войну. Земляне, которые были очень дружески настроены, они совершенно не могли понять, в чем дело. А инопланетяне им ответили, что все проблема в том, что земляне оказались очень приспособленными к общению к инопланетянам. А такого быть не может. Это значит, что они готовили себя к экспансии, это значит, что они все время гораздо более натренированные на экспансию, чем они. Поэтому ничего не остается делать, как защищаться. инопланетянам, и только один мужской шовинист, который по сравнению с ним был психолог, он объяснил этим инопланетянам, что на самом деле любой из нас натренирован, потому что рядом с нам, каждым из нас, есть инопланетян или инопланетянка, что мужчина и женщина настолько разные, что наш жизнь заставляет все время соединяясь, сочетаясь и пытаясь что-то совместно сделать, мы настолько натренированные, чтобы иметь дело с инопланетянами, что нас теперь никакой монстр уже не испугает. И это на самом деле, это чистая правда. Мы очень разные. Мы сделаны такими, потому что мы друг друга дополняем. И вот это соединение мужчины и женщины, оно имеет возможности мы друг друга можем гасить, а можем наоборот добавлять силы. И вот это и есть смысл эзерки никдо. Помощник, который против него или соответственно ему или против него. Какой я? и это касается нас обоих. Я всегда имею ту семейную жизнь, которой нуждаюсь. Я всегда делаю то, в чем я нуждаюсь. Я знаю, какой я должен быть, чтобы удовлетворить того, кто рядом со мной. И я всегда имею выбор, быть таким или не быть таким. И тогда всегда от меня зависит, от любого из нас зависит, будет ли у нас содружество, партнерство или соперничество и борьба. Потому что я всегда точно знаю, что надо делать, чтобы было иначе. Почему же тогда поводить несчастную семью? Потому что люди игнорируют человека, который рядом с ними. Они заняты собой. А семейная жизнь не может строиться на том, что ты занят собой. потому что семья это не место, где получают, это место, где дают. Просто если дают все, то тогда каждый получает. Но это не то, куда идут получать, это идут выдать, сделать что-то. Теперь, если оба это делают, то тогда получается как раз искомое. потому что я ничего не сделаю из того, что я считаю, что обидит, ранит или ущемит мою жену. Она, в свою очередь, будет делать все от нее зависящее, чтобы мне было комфортно. Никто из нас не будет счастливым, если рядом будет несчастный человек. Поэтому я буду выкладываться, я буду делать все от меня зависящее, чтобы ей было хорошо. И она будет делать то же самое. В результате никому из нас не будет хорошо полностью. Но мы будем счастливы. Потому что обязательно я чего-то не доберу, что я хотел бы. Обязательно чего-то не добью, чего мог бы. Потому что мне надо учитывать желания, потребности, эмоции человека, который рядом. но будет точно такой же ситуации. И поэтому может быть ни один из нас не получит свои сто, но мы вместе получим свои сто совместные. так это работает. Это и есть семейная жизнь. Я хочу, чтобы вы поняли. Семейную жизнь убивает потребительство. Мне не додали внимание, заботы, обслуживание, секса, все что мне не додали. Вот это потребительство это смертный приговор семье, смертный приговор отношениям. Хотите я вам скажу больше? В дружбе то же самое. В дружбе то же самое. Если человек что написано в Керке о вас? По учениях отцов. Приобрети себе друга. Что это значит? Это значит, что дружба это затратная вещь. Дружба это давать. Теперь с кем я дружу? Который точно так же видит эти отношения. Который вкладывается в меня. И тогда получается дружба. Дружба приобретается даванием. Супружество приобретается даванием. Это просто как пять копеек. не надо искать тайны, не надо искать тайны, не надо мере кабиалистические идеи и так далее. Можете на какой угодно орган навязывать красные ниточки. Никто не станет от этого счастлива. термин если перестать использовать другого человека а пытаться сделать все что ты можешь чтобы этому человеку было хорошо сделать так чтобы он было не не муч вести себя иначе моя жена меня оседлала самым надежным и простым способом которым только можно пользоваться она вела себя и ведет себя так что мне всегда ощущение того что я ей должен у меня вечное ощущение что я ей обязан потому что она хорошая а я не могу быть сволочью рядом с ней значит мне тоже надо что-то пытаться делать мне скажут что это часто не работает да не работает но тогда не надо жениться если человек этого не понимает если тот с кем вы хотите построить жизнь да у евреев есть понятие шидах что такое шидах это знакомство когда парень и девушка рассказывают друг другу каким они хотят видеть свою будущую семью и ищут да при этом должно естественно хотеться оказаться в постели тоже если этого нет так шидах не надо делать но на постели тоже ничего не строится я вам скажу честно я говорю сейчас молодняку через 25 лет супружества постель начинает занимать меньшее место чем 18 лет а жизненность продолжается есть вещи сказано что пересыкающий раз в 7 лет поток водный да называется ложная речка и это нельзя использовать для очищения миклы это ложная вода это не настоящая вода то что пересохнет и исчезнет то не настоящая еще когда оно оно еще течет но уже это уже не живая вода на конъюнкторе на временном на сиюминутном нельзя строить отношения есть вещи на которых можно да вот это вот отношение вот это вот ощущение когда ты идешь тебе нужен тот который тебя будет не даст тебе покоя который не даст тебе покрыться мхом который не даст тебе взлететь и потерять землю почву под ногами но и не даст тебе провалиться потому что зачем зачем рядом вот это вот вот это вот ощущение вот это вот ощущение да постоянным постоянный баланс поддержка баланса поиск отношений это никогда нельзя построить это всю жизнь так семейная жизнь она живая всегда вы просто можете увидеть у людей вот я не знаю даже на кого вам показать жена здесь будет в субботу можете на меня посмотреть можете даже спросить понимаете когда невозможно не дружбу нельзя сделать так чтобы ты мог потом тебе позволить быть скотиной и верить в то что все равно будете дружить нет ну кончится да не семью нельзя построить так чтобы она уже стояла а ты уже делаешь что хочешь она будет стоять это вещи на которые тратится жизнь но оно того стоит потому что это и есть жизнь это то ради чего мы пришли в этот мир это и есть то что называется ишов ойлом да заселять населять быть в этом мире это и есть настоящая жизнь настоящая жизнь она бытовая и она может быть полноценной счастливой потому что она из тебя делает что-то то что заставляет тебя меняться то что заставляет тебя преодолевать сопротивление или наоборот убирать себя то что не дает тебе расслабиться и превратиться в медузу на песке вот это семейная жизнь это затратно это иногда чудовищно утомительно потому что люди живые у них тоже есть взлеты и падения у них есть кризисы и ты который рядом ты должен вовремя среагировать понять что происходит и поэтому люди должны а друг другу доверять б друг с другом разговаривать не может быть такого что ты уверен в том что он или она сами поймут потому что мы все мы постоянно мы же не находимся в состоянии безмятежного покоя мы же все время в своем колесе мы же в своей гонке мы же все время крутимся добиваемся и так далее и так далее другой вопрос 90% гроша ломаного не стоит но все равно на это уходит жизнь да иногда сколько раз послушайте я помню ситуацию когда меня Бог учит я стараюсь учиться я был мальчиком в Одессе была я родом из лица в Одессе было землетрясение землетрясение было в окрестности Кишинева но в Одессу трясло тогда это был по-моему 1974 год если не ошибаюсь мне было 13 лет и когда начались эти толчки начались эти толчки и стены это жуткое абсолютно ощущение у тебя уходит земля из-под ног у тебя шатает как я не знаю абсолютное ощущение нереальности происходящее когда у тебя все казавшись жесткими незыбливыми вдруг начинает вот так вот оно все ходит и это паника внутренняя и я помню я вскочил я выскочил из дома со всеми воплями и так далее каждый выскакивал таскал и одна баба выскочила она жила над нами я жил в пешеной коммуне в Пушкинской углу Дерибасовской 8 семей в общем-то полнородно и выскакивает эта баба с четвертого этажа с третьего этажа и с двумя хрустальными вазами в ночной срочке она она выскакивает потом она а где Лизочка бах и выскакивает и бежит обратно на дочку она взяла самое дорогое что у нее было а потом дошло и так часто бывает на экстриме вдруг ты понимаешь что это не то что надо было вытаскивать в первую очередь что ей что-то важнее люди ведут тебя иногда неразумно и когда ты говоришь об этом когда ты не боишься что тебя не поймут когда ты пытаешься быть честным и объясниться и объяснить что с тобой происходит и вы оба себя так ведете то скорее всего вам удастся понять что происходит и сделать так чтобы это происходило иначе и тогда все будет хорошо не легко не просто а хорошо а хорошо правильно потому что людям не надо жить просто людям надо жить интересно а для того чтобы жить интересно нам нужны жены а им нужны ружья это то ради чего Бог сделал этот мир это нормально это то чего надо искать хватит на сегодня дыхайте круто аплодисменты